Привет, друзья! Ну вот есть такие люди, и мужчины, и женщины, ну так называемые токсичные, на какое-то время бывает такое вот, ну которая так, например, тебя загрузит, что ты прямо не знаешь куда деть. Ну как молодые говорят, мозги выносит. Или мужик такой какой-нибудь. Ну вот, допустим, она там влюбилась в кого-то, или он в кого-то влюбился, и несчастная любовь, и он не знает куда деваться. Ну вы понимаете, вот такая ситуация, и грузит она, и грузит она, и грузит, и каждые пять минут звонит, да как же ей быть? Так я вам говорю еще раз, что такое доминанта? Доминанта, это когда вы настолько загружены чем-то конкретным, где одновременно у вас эмоция, мысль, образ, действие, все вместе, все вместе в одной доминанте. И она перекрыла все остальные, и вы в трансе. Вот этот стресс, который у вас есть, ну я говорю про ту женщину или мужчину, который вот так вот вас перекрывает, загружает, он-то разгружается, а вы этим загружаетесь. А вам в этот момент что-то делать нужно, а он все время, или она все время пилит вам мозги и пилит. Я не могу картину закончить, потому что я хочу в этот момент, или вы, допустим, хотите в этот момент что-то делать, творить, создавать, думать. Да, а вам в это время звонит она, подруга ваша, и говорит, Лёля, ты понимаешь в чем дело, но я же не могу же так вот. Или он звонит и говорит, Коля, слушай, ну все-таки она достанет меня, я пойду ей прямо в лицо и скажу, и ты все это слушаешь и слушаешь, и тебе так это додоело, потому что, а мне, например, картину делать, да? Я просто вам рассказываю, так, к примеру, что такое доминанта, и что такое загрузка, когда весь объем внимания занят и вытеснил все остальные доминанты, их просто нету. И вы, одна доминантная структура, это транс. Да, а когда много доминант конкурирует между собой, это обычное состояние. Так вот, она или он находятся в трансе. А вы бы хотели быть в обычном состоянии, а у вас не получается, потому что токсичность этого действия заключается в том, что тебя грузит, и ты уже ни о чем другим думать не можешь. Да, вы знаете, интересная, одна вещь такая интересная, как же сделать разгрузку, чтобы переключиться, переключиться, освободиться от этой доминанты, поскольку там эмоция, еще раз повторяю, мысль, так, образ. Ну, то есть все уровни затрагивает психики и организма, и нервной системы. Я что имею в виду? Что по существу, если вы найдете образ, который мысль, который действие, которое... Ну, короче, все перечисленное в новое, все вот эти параметры в одном сходятся. Так. А это можно сделать как? Я делал уже ролик. Выговаривание. Вот у вас в голове это доминанта, вот вы загружены этим, вы не знаете, как жить, как быть, как это, и вы начинаете выговариваться. Говорите, вот я не знаю, как жить, вот она меня достала, вот она мне звонит, да, она влюбилась. А мне-то что делать? Я же рисовать хочу. И вот так выговариваетесь. Вы говорите, ходите по комнате, выговариваете, 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 все, что в голову приходит, все, что... Вы... Выговариваетесь. То есть вы по существу создаете конкурирующую доминанту. А вектор внутримозговых отношений – это и есть доминанты, это моё определение. Вектор внутримозговых отношений – вектор. Значит, вы создаёте конкурирующий вектор, и теперь мозг распределяет энергию на две доминанты. И поэтому и та доминанта, которая на вас грузит, обесточивается, энергия у него вмещается. И поэтому вы освобождаетесь. Поэтому если вы делаете действия, которые синхронны вашему состоянию, то есть, в котором, ещё раз повторяю, одновременно эмоция, мысль, действие и образ. То есть все уровни затрагивают. Вы создаёте доминанту, которая конкурирует с той доминантой, которая вас заполняет, или вы заполнены чем-то, и вы хотите освободиться, и вы поэтому это делаете выговариванием. Вы говорите, а, боже ты мой, да как она мне надоела, да как она мне надоела, да как он мне надоел, ну, в зависимости, кто вас грузит. А вы помните, как говорил Ельцин? Ельцин одним словом мог заполнить ваше внимание. Доминанту создать. Он говорил так. Россия! Вот она сила в чем, понимаете? Он доминанту создавал в силу своего характера. Я не за, не против, я не политик, я не политика сейчас занимаюсь, я примеры привожу психологического воздействия. Так вот, теперь слушайте. Ну, конечно, вы сейчас подумаете, у вас тут много ассоциаций появится, вы вспомнили про Ельцина, как он говорил, Россия. А вы выговариваетесь. Выговариваетесь, выговариваетесь, вот они меня достали, мозг выносят, ну, сколько можно, сколько можно. Можете, если вы не громко выговариваете, можете тихо выговариваете, ну, не надо на улице выговаривать, подумать, что вы что кто-то. Домов себя, когда вас никто не слышит, это называется свобода в чистом поле. Ходите по комнате и выговариваетесь. Да так же и бурчат себе под нос, и бабушки. Про внуков ботиночки не туда опять поставил, да что же это такое, да не покушал ещё, но когда же он покушает и так далее. Так это и есть же разгрузка. И поэтому, когда вы то, что в голову приходит, выговариваете, а вам приходит то, что эмоции вызывает, а эмоции вызывает, а вы выговариваете это действие, которое синхронно этому состоянию, в котором вы сейчас находитесь. И посмотрите, что получается. Я сейчас заканчиваю, заканчиваю, но сейчас скажу главное. Посмотрите, что получается. Во-первых, вы, давайте вернёмся к коллективному разуму, как мы обычно были, вот я не дописал картину, надо дописать, давайте советы. Учимся, учимся, что потом будет мозговой штурм скоро. Чтобы мы умели давать советы и все понимали, по какому вопросу и так далее. И так дальше, поехали. Значит, я вам сейчас скажу интересную вещь. Тот образ, который вы можете держать более всего без всяких усилий, то действие, которое вы можете делать, повторять без всяких усилий, хочется продолжать. Та мысль, которая крутится в голове без всяких ваших усилий. Вот это всё разгрузочные действия. Например, лимон. Ну, сколько я могу держать в уме этот образ без всяких усилий. Ну, если он меня эмоционально трогает, то я могу дольше держать. А если он меня безразличен, я не могу его держать. Мне тогда приходится напрягаться. То есть прилагать усилия, а это мне не хочется делать, потому что у меня в это время другое беспокоит. Человек теряет энергию и стареет, и болеет за счёт силы воли. Когда он вынужден подавлять себе доминанту текущую, перенапрягается. А если мы научимся разгружаться, выходить на состояние свободы от этих напряжений, мы потом, когда нам нужно в жизни напрягаться, мы, наверное, можем это делать, и лучше это делать, и легче сосредотачиваться. Поэтому, если вы хотите омолодиться, как я, если вы хотите быть творческим, если вы хотите создавать изобретения, шедевры и решать свои вопросы, которые всё время на вас валятся, быстро ориентироваться. Я, например, одновременно разговариваю по интернету с двадцатью или тридцатью человеками. Одновременно. Как штурман на корабле. Понимаете? Ну, где-то я ошибки делаю, но, безусловно, не без этого. И вы где-то в жизни ошибки делаете, но я их делаю меньше. Ну, потому что мне опыт позволяет, опыт возраста, опыт и так далее. И осознание, как это надо делать. Как надо настраивать себя, чтобы чувствовать у себя состояние вдохновения, чтобы те вот люди, которые к тебе постоянно выходят за скорой помощью, за срочной помощью, за экстренной помощью, и ты им показываешь, объясняешь и даёшь советы, чтобы они получали результаты. Чтобы получали результаты сразу, ты должен находить слова, чтобы они их понимали. А чтобы находить слова, голова должна быть свободная. И когда ты ложишься спать, например, и когда ты просыпаешься, то в этот момент, когда ты спишь, ты, если ты думаешь и озабочен какой-то проблемой, ты всё время продолжаешь во сне решать эту задачу. И время от времени просыпаясь, потом опять засыпая, дрейфуя между сном и бодрствованием, ты решаешь этот вопрос. И мужчина, как правило, просыпается, когда у него появляется идея. Ну, я говорю сейчас про мужчин, потому что я сам мужчина. Ну, женщина, напишите, а вы, когда чувствуете себя, что вы выспались, когда у вас что появляется? Ну, понятно, там, опять силы появлялись и так далее. Я, например, появляюсь, когда идея. И поэтому мужчины между собой всё время конкурируют и самоутверждаются. Это я первый, это я первый, это я первый, это у меня приоритеты, я додумался. Это всё время идёт самоутверждение у мужчин, потому что они генераторы идей. А женщины чего генераторы? Может быть, тоже идей? Ну, женщины, напишите, пожалуйста. Да. И последнее, завершение, скажу. Очень важно же это. Выговариваетесь и делайте те действия, которые в этот момент хочется делать. Чтобы разгрузиться, чтобы разгрузиться, чтобы разгрузиться, чтобы опять восстановиться, опять стать молодым, чтобы появилось хорошее настроение, полнота силы, уверенности в себе и ощущения, что вы можете решить эту проблему. Конечно, можете. И что вы можете из этой драмы и трагедии, когда вас грузят, 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 сделать произведение, как я сейчас делаю для вас. Я специально вам посылаю это, чтобы вы ещё раз запомнили, что такое доминант. Ну, посмотрите ещё раз ролик, чтобы я не перечислял и время ваше не отнимал. А вот эти картины, которые мне там стоят, уже готовые шедевры, а это ещё не шедевр. Это пока в поиске. Так что подсказывайте, московой шум, будем скоро делать. И вебинар сейчас будем делать с Романом Козенко. Та-да-да-да. Кому он не нужен, не надо его покупать. Потому что он будет стоить гораздо больше, чем обычно в нашей школе мы делаем, потому что здесь приглашённое лицо будет тоже делиться с вами своим опытом. Ну, классно будет. Кому не нужен вебинар, ни в коем случае не записывайтесь. Объявление будет завтра, послезавтра выставлено во всех сетях. Ещё раз повторяю, кому не нужен, не записывайтесь. А все вопросы по вебинару писать только на электронную почту. Не мне в личку там в WhatsApp или в Skype или ещё где-то, в электронную почту. Потому что я этим не занимаюсь. Я только говорю о контенте. Понимаете? И до следующего ролика, который тоже будет с объявлением о вебинаре, послушайте ещё раз. Если вы хотите разгрузиться, освободиться от напряжений, делайте выговаривание. Ходите по комнате, говорите всё, что в голову приходит, то, что вот это здесь образ, это есть мысли, это есть действия, и при этом делайте действия, которые вам при этом хочется сделать. Кому-то хочется вот так, 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 кому-то хочется вот так. И выговариваетесь. Таким образом вы соединяете подточный психоанализ, спонтанный танец цигуна или шамана. Короче говоря, вы делаете метод-клёч, с помощью которого вы освобождаетесь, выговариваетесь, и потом начинаете то, что вы говорите, пропивать. Пропивать. Не пропивать, а пропивать. Например, да как же она мне надоела, да как же она мне надоела, и делайте так, и делайте так. А я обычно, когда сижу, делаю вот так, когда я с вами разговариваю, я обычно вот так сижу, или вот так сижу, и вот так делаю. Ну, потому что я думаю, как сказать, и в это время снимаю напряжение, если вы обратили внимание. Вы посмотрите это в прошлой ролике. Итак, до встречи. Я вам рассказал, как переключать доминанту. И когда вы научитесь переключать доминанту, вы заметите, что вы освобождаетесь. И энергия открывается. И вы омолаживаетесь, потому что человек больше всего тратит энергию на подавление, доминант. Ему хочется раскрыться, ему хочется сказать, ему хочется ударить, ему хочется бежать, ему хочется выразиться. А он терпит. И у него происходит вынос энергии. Такой неправильный. Назовем ролик так. Как омолодеть и решить свои проблемы. До встречи.